Друзья, всем привет! Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Начать выпуск я хотел бы со Stellar Lumina, так как он у нас с вами подошел к границе 24,7 цента. И сейчас довольно часто у меня спрашивают, стоит ли его сливать на этом уровне, так как я этот уровень обозначал. Для тех, кто не в курсе, напомню, закупались мы по 21 центу. Сейчас он, соответственно, подошел к 24,7, подошел к своему сопротивлению, которое мы ожидали. Но на данный момент я все-таки принял решение, что я не буду его продавать на этом уровне. Точнее, даже не совсем так. Я хочу посмотреть, будет ли он у нас закрепляться на этом уровне. Соответственно, мои продажи начнутся. Если он начнет просаживаться ниже 24 центов, соответственно, это будет уже показатель, то, что мы с вами пойдем ниже. На данный момент есть предпосылки к локальному росту. И следующее сопротивление по Stellar Lumina это 26,5 центов и 27,5 центов. Поэтому пока понаблюдаю, но будильники уже по Lumina я все выставил. Соответственно, будем пробивать 24 цента, я его буду сливать. Это в любом случае будет плюс-минус 10% профита, что, ну, как бы, есть очень хорошо. По биткоину шорты на данный момент растут. Уже 35 тысяч контрактов. Ланги же не увеличивается. 22 тысячи. Вчера было приблизительно такое же количество. Соответственно, даже рассматривая эти значения, можно понять, что люди ждут отката. Ну, плюс можно посмотреть тот же TradingView, где все давят за то, что будет откат. Нет, я с этим не согласен. Думаю, что будут бридж артистов и выносить нас в зону 7100-7300. Объясню, почему еще это хорошо. Потому что на данный момент у нас с вами рисуется преломление локального нисходящего тренда. И дорисовать его до уровня 7100, ну, это было бы вообще класс. Соответственно, если смотреть фрактальный анализ в локальной ситуации, я не вижу большого смысла его рассматривать, потому что он может только завести в заблуждение. Если смотреть его глобально, то у нас с вами рисуется преломление тренда. Но я напоминаю то, что преломление бывает и ложное, поэтому там пороть горячку не стоит. Но мое соображение заключается в том, что все-таки я считаю, что рынок у нас будет показывать преломление локального нисходящего тренда, что в свое время сделает очень нехилую такую панику. В принципе, пассажиров, которых можно поиметь, у нас уже набралось на шортах. Также меня довольно часто просят прокомментировать ситуацию по Тезеру. Блин, а что тут комментировать? Я всегда говорил, что торговать на Тезер, но лично для меня опасная затея то, что Тезер будут скамить, это как бы очевидная вещь. Очевидно, она для меня очень давно, для моих подписчиков, особенно ранних, там, давних, тоже это давно очевидная вещь. Я торгую на Цекси, мы торгуем на доллар. Соответственно, это довольно удобный ввод, довольно удобный вывод. Никаких вот этих вот потрясений с Тезером. Да, конечно, когда там Тезер начинает в очередной раз скамить, цена движется за рынком. Но я хотя понимаю, что торгую на доллар, а не на криптовалюту, которая якобы равна цене доллара, но стоит 86 центов. Прикол, прикол. Также до меня дошла информация, раньше были просто проблемы у пользователей из Украины, насколько я в курсе, вот в эту неделю что-то изменили, теперь и вводить, и вводить деньги, ну и полный функционал биржи полностью для них тоже открыт. Здесь в тексте я написал прям огромными буквами 0x. Объясни, блин, уже им. Действительно, тоже довольно многие меня спрашивают насчет роста 0x. 0x. Ребята, это обыкновенная памп-монета. Если вы, возможно, могли наблюдать у некоторых блогеров, особенно там месяц-два назад, то, что все писали, я там продал машину, купил 0x, продал квартиру, купил 0x. Сейчас жесткая рекламная кампания, ну просто какие-то ютуберы отключать эти уведомления. То есть у меня там на каждом видео, ну минимум там 20-30 таких сообщений, они просто попадают автоматом в спам, но кто-то не отключает. Плюс, соответственно, это тоже своего рода индикатор. Трейдеры видят то, что начинают раскручивать кому-то вообще ничем не нужную монету. Они подбивают свою аудиторию тоже, типа, мол, сейчас помпанемся, продадимся, все будет огонь, парни. На самом деле эти монеты сделаны ровно по принципу тех же пирамид. Кто-то первый создал монету, накупил огромное количество активов, соответственно, пропиарил ее, помпанул и все, монета ушла в небытие. И, ребят, на самом деле инвестиции в подобные активы – это, ну, довольно опасная тема. Таких активов было довольно много и будет еще больше. Я же вот в свою очередь, ребят, вам говорю неоднократно, то, что надо торговать на активы, у которых больше 100 миллионов капитализаций, только тогда что-то из этого выйдет. Поэтому даже если сейчас кто-то там радуется каким-то иксам на 0x, ребята, это временная эйфория, потом так поимеешь, что мало не покажется. Ну что же, друзья, поделимся своими соображениями. Считаю, что сейчас по биткоину у нас намного больше предпосылок выйти выше. Плюс хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы торгуемся в довольно узком ценовом канале, поэтому выстрел с этого канала будет довольно резкий. Думаю, куда-нибудь в уровень. Но для начала это в любом случае будет уровень 6800-6900, но 7100-7300, по крайней мере, я такой вариант сейчас рассматриваю, рассматриваю с наибольшей вероятностью. Времени вашего больше отнимать не буду. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Работаем! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова